Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы решили снять по многочисленным просьбам наших подписчиков и зрителей очередной фильм про Федера Каденс, или Каденс, кому как нравится. Напомню, что мы снимали уже два фильма про эти Федера. Первый фильм был снят здесь же, в магазине, тогда, когда на российский рынок только-только поступили первая партия, такая усеченная, небольшая этих Федеров, не всех моделей, которые представляет этот производитель. И второй фильм мы снимали уже на воде, на реке, нагружали эти Федера разными весами, смотрели, как работает бланк, смотрели строй бланка, бросковые характеристики и так далее. Вот сегодня третий фильм. Снимаем мы его, скажем так, по причине того, что люди все лето мне писали, привезите, пожалуйста, Heavy Extra Heavy Каденс Федера, привезите те или иные серии, смотрели на сайте английском, где представлены, ну, вся продукция представлена, да, этого производителя. И вот, в общем-то, они в Москве, поэтому в экстренном порядке решено было снять этот ролик, для того, чтобы вас познакомить с теми моделями, которые, с моей точки зрения, я думаю, это, в принципе, не только моя точка зрения, которые должны полюбиться нашим рыболовам, которые должны зайти на российский рынок, которые максимально адаптированы к рыбалке на европейской части России. Давайте начнем, наверное, вот поступим по той же схеме, что я снимаю все фильмы. Сначала здесь за столом обмерим самые основные параметры, дальше разложим и уже понагружаем. Я там расскажу свои ощущения о каждом из них. Сразу скажу, что магазин мой Мультифиш, мы являемся представителями официальными, кто продает Cadence в России, поэтому, если какие-то характеристики я здесь не укажу, потому что, ну, какие-то там диаметры, не знаю, рукояти, еще что-то, какого-то кольца, смотрите, пожалуйста, на сайте Мультифиш, все характеристики там указаны, при том это взято часто не из каталога, а мы сами это измеряем, поэтому этим характеристикам можно доверять, потому что, ну, все знают, что каталог каталогом, да, но лучше перемерить самому. Значит, в двух словах, опять же, кто, наверное, первый раз это смотрит, ну, это, это про по Фидерам Каденс. Уголь 36,40 тонн здесь стоит, то есть это уголь хорошего, такого, высокого класса, высокого качества. Что это нам дает? Это дает хорошую сенсорику, это дает легкость, это дает изящество бланка в плане его слимовости, то есть бланк тонкий, изящный, очень удобно лежит в руке, и все это дает прекрасный баланс, поэтому, сами понимаете, чем дороже уголечек стоит, тем, в общем-то, бланк становится лучше. Плюс очень большой и важный, ну, с моей точки зрения, да и с многими, это изумительное качество, то есть вот сколько у меня их в руках не перебывало, я смотрел, ну, придирчиво достаточно ко всем нюансам, от пробки, да, до, там, тюльпана на вершинке, все качество изумительное, ни к чему придраться абсолютно нету. При том, как вы сами понимаете, через мои руки прошло достаточно много фидеров, несколько тысяч, наверное, да, поэтому здесь вот, ну, я бы сказал, по качеству он в лидерах, если не в сам, даже самые топовые, там, фидерочки, которые мы берем, там, ну, давайте, вот, то, что на слуху, там, браунинг, сфера какие-нибудь, да, или, там, блэквины от Колмика, там, ну, и так далее. Все равно, и даже там, я нахожу какие-то, там, где-то лак, где-то то-се, и так далее, то есть здесь это фактически ювелирка, можно сказать, да, то есть нюансов никаких абсолютно, к чему можно придраться. Дальше, фурнитура стоит Fuji, катушка-держатель Fuji, при том, это Fuji, сейчас скажу, да, кольца тоже Fuji со вставками Alkalite, вставочки надежные, рама, сама кольца, тоже надежные, соответственно, какие-то вопросы по поводу того, что кольца могут пилиться плетнёй, как у некоторых, там, сейчас есть отзывы такие, да, у дорогих даже фидеров, кольца пропиливаются со временем, здесь этого не будет, потому что это Fuji настоящий, как вы сами понимаете, сейчас, я как разработчик и производитель, в общем-то, фидеров, побывал на всех заводах Китая практически, то есть я могу вам сказать, что Fuji есть за 6,7 долларов комплект колец, а есть комплект колец Fuji за 42 доллара, при том, есть Fuji китайский, есть японский, есть корейский, и тому подобное, ещё они маркируются, и идут серии разные, поэтому, скажем так, вот просто наобум говорить, что вот это Fuji, и это идеальное качество, вот как сейчас в Кайде кто-то там, есть моделька, которая вышла с кольцами Fuji, и люди думают, что это, ну, те Fuji, которые, вот, гарантии качества на 100 лет вперёд, ну, скажем так, здесь те Fuji, которые действительно Fuji, которые можно доверять, с которыми ничего никогда не случится, и о кольцах можно, скажем так, наслаждаться ловлей, забыть об этих кольцах, и не переживать, что с ними что-то случится, плюс ко всему, тому рама кольца тоже очень качественная, не гнётся практически, выдерживает даже там нагрузки, я вот свой фидер, даже было такое дело, упал, и слетели у меня все эти фидера на камне, на канале Москвы, и, то есть, я видел сам, как они с хорошего такой усилием долбились, ударились об камни, ничего, никакое кольцо не погнулось, даже вот на коречках с внешней стороны остался песочек от этих камней, да, куда они упали, то есть, ну, кольцам ничего, ни одна вставка не вылетела, ничего не сломалось, а сломалось два бланка, да, потому что они, я просто потом там, ну, на один пол наступил, вот, значит, так, давайте приступим, наверное, а, вот, ещё, ещё не сказал, значит, по поводу моего фетиша, или кто как любит это назвать, тогда я вот так вот откручиваю, да, для меня это, в общем-то, показатель, показатель качества изготовления, ну, здесь по качеству я уже сказал, то есть, здесь вопрос закрыт, и сомнению не подлежит, но, тем не менее, вход бланка в катушку, в гильзу, катушка-держатель полностью закрыт, идеальная там стоит защита, алюминиевая такая вставочка, приятная, красивая, голубенького цвета, дальше идёт Эва, небольшой участок, фор и грипп тоже из Эва, прочная Эва, надёжная, ничего есть не протирается, не проминается, пробка качественная, тоже это дорогая пробка, её видно сразу, дальше идёт опять же Эва, тоже мелкопористая, тоже надёжная, не будет сыпаться, с которой легко всё вытирается, то есть, ну, рыбья слизь, я имею в виду прикормка, грязь какая-то и так далее, ну, торец просто точно с такой же, от Эва, с небольшим таким вот, выбитым символом бренда Cadence. Давайте тогда приступим уже к измерениям, значит, у меня в руках моделька 13 футов, жёсткость номер 2, кто не знает, вот через решёточку пишется жёсткость, вот здесь вторая жёсткость, по вершинкам, в комплекте 3 вершинки, полторы унции, полторы унции, две унции и одна унция. На вершинках точно так же написано, какая жёсткость, сколько унций, то есть, к какому фидеру по жёсткости это относится. Ну, здесь для того, чтобы вершинки были максимально чувствительные, давайте ещё раз открою, они сделаны разных длин. Видите, то есть, они соответствуют тестам, вот помните, некоторые видео, кто мои смотрит, прям сами, я думаю, удивлялись, когда написано, вершинки один тест, я показываю в камеру, напрягаю, да, и зрители, вы видите, что там, ну, даже и близко нет этого теста, здесь всё с этим хорошо, значит, единственное, что, наверное, ну, это лично по мне, мне бы хотелось, чуть покрупнее кольца, вот на этой модели, потому что они очень деликатные, жёсткость, в общем-то, вторая, это вот говорит о том, что бланк хорошо вяжет, и, наверное, предназначен работать с тонкой плетёнкой, дальше можно по, ну, фидергам сделать, да, либо шок из моно, у меня, я им ловил на, с шоком из моно, 0.24 карпа, ну, всё пролетает, как бы, кому интересно, как вяжется шок лидер, смотрите в обзорах и советах на сайте Мультифиш, там есть поэтапное видео, как привязывается именно плетня к монолеске, потому что неправильный узел не только может повредить кольца, вставки колец, ломать вершинку, но и просто не позволит далеко бросить, что вершинка будет, узел будет биться во время пролёта и подмотки назад, соответственно. Значит, давайте измеряем. Расстояние от центра катушка держателя до колечка 50 сантиметров, и рукоять у нас 40 сантиметров. Диаметр колечка нижнего, здесь стоит матчевые кольца, вот на этой модельке, но люди раньше этого очень сильно пугались, вот, сейчас, я смотрю, перестали пугаться, и достаточно спокойно к этому уже относятся, к матчевым кольцам, потому что понимают, что, в общем-то, ну, для средней и ближней дистанции никакого значения это не имеет, наоборот, это позволяет бланку быть более деликатным, лёгким, да, идеально вязать, отрабатывать, делать заброс, поэтому сейчас многие тупо, они делают именно фидерочки с матчевыми кольцами, тут же мавер там и так далее. Значит, по, да, по диаметру колечка не сказала. Значит, колечко у нас, диаметр у нас 8. Дальше, диаметр бланка 13. Ну, диаметр рукоятки, она разная, давайте я вам буду мерить в зоне, наверное, вот как раз в фактических ваттах, вот, в зоне пробки, в зоне пробки 22. Следующая модель, это у нас 13, точно с такой же, только с жесткостью третьей. И вот здесь начинаются очень позитивные, с моей точки зрения, изменения. То есть, этот фидер уже прекрасно приспособен под дальний заброс, под нашу ловлю. Сам я им ловил, мне он очень нравится. То есть, здесь колечко уже стоит большое, можно сказать, противозахлестное, даже, судя, ну, по модельке лап, то есть, если какой-то захлест будет, потому что я его перегружал, там, в несколько раз, там, по 200 грамм, по-моему, ставил сюда кормушку, забрасывал с таким выхлестом, для того, что плетня, если могла, то она перехлестнулась. У меня и маленькие щелчочки были, на это, и меня специально провоцировало это, да, но никаких отстрелов не происходило. Значит, колечко у нас 20-ка, диаметр бланка 13-ть, рукоятка 22-ть, расстояние от кольца до центра держателя 70-ть, и рукоятка у нас 40-ть, вершинки, то есть это трехколенный фидер, вершиночки 3 штуки, вру 4, забыл, 4 штуки, три унции, полтора унции, единичка и двушка. Здесь уже, посмотрите, тюльпаны противозахлестные, крупные кольца, в которые пролетит любой шок с любым узлом, поэтому здесь вопросов просто сразу вы закрываете. Посадочный диаметр вершинок тоже посмотрите на сайте, он здесь крупный, то есть течение будет держать фидер, вопросов никаких здесь не будет. Следующая новая моделька тоже 13-я, то есть 390-я длина, с третьей жесткостью, называемая distance фидер, то есть эта палочка предназначена именно для дальнобойной работы, на максимальную дальность, это рейки, каналы, оснащена полностью противозахлестными кольцами, тоже Fuji, на данный момент, ну, пользуется очень большим спросом именно вот эта моделька, то есть все о ней спрашивают, все о ней, все ее ждали, все ее хотели, плюс, что немаловажный момент, она усилена в своих коленах, вот здесь вот такие в стулочке, вставочки симпатичные есть с усилением, да, ну и соответственно заход, трехчастник он получается, вот с таким мощным заходом, катушка-держатель здесь стоит крупнее, соответственно сюда входят уже катушки и 6-и, и 8-тысячники, то есть здесь вопросов никаких нет с тем, какую катушку поставить, ну давайте мы сейчас, как обычно, колечко, 20-е кольцо, диаметр бланка здесь больше, фидер мощнее, значит 16, рукоять 25, в комплекте 4 вершинки, тоже с противозахлестными тюльпанами, вот такой большой набор, вершинки правильные, то есть все жесткости идеальные у них, то что показано в унциях, то и соответствует действительности, значит полторы унции, три унции, единичка и полторашка, точности также, крупные кольца, дальнобойный фидер для рек, на который можно ставить и плетню с шоком, с толстым, да, 0,3 фактически, монолеску можно ставить, то есть это АК, Волга и тому подобное, значит следующий, у нас 14 футов, уже третья жесткость, это 420 сантиметров, с третьей жесткостью, ну, измеряем колечко, точность также, дальнобойный наш друг, 25-е уже кольцо стоит, диаметр бланка 15, рукояти 22, расстояние от кольца до центра держателя 60, и рукоятка у нас 48, я не померил предыдущее, фидерочек, здесь все не умещается за одним столом, давайте вот так померю, расстояние от кольца до центра держателя 66, и рукоятка будет 50, ну, 49 там примерно так, да, 49, так, и возвращаемся к 14, третьей жесткости, комплект вершинок, здесь три вершинки, точность также с противозахлестными тюльпанчиками, по унциям полторашка, двушка и трешка, размер, диаметр колец тоже отличный, то есть никаких вопросов в плане шоков, пролета и тому подобное, быть не может, расстояние померил, кольцо померил, вроде бы все, и дальше будет очень интересная история, прежде чем мы перейдем к следующим палочкам, да, я это все уберу со стола, разложу новое и продолжу снимать дальше, значит, вот такая моделька написана 13,8 футов, четвертая жесткость, написано фидер, при этом этот фидер имеет вот такую комплектацию, то есть хлыстик здесь матчевый, соответственно, как вы видите, ничего есть не разукрашено, и взводить его вот так крайне опасно, потому что фактически эта мочевка, она табулярная, она не солидная, и она, соответственно, сломается просто, поэтому для меня вот эта вот тема, вот эта модель, она остается под большим вопросом, либо здесь просто ошибка, что написано фидер, а на самом деле это просто силовой матч, вот если это силовой матч с мощным колечком, то да, я согласен, это все подходит, но для меня фидер представляет, это вершинка солидная, да, не пустотелая, которая может гнуться, которая практически можно завязать, узелы, которая позволяет регистрировать поклевку, да, и как минимум она должна быть хотя бы одна, то есть здесь, соответственно, он не разукрашен этот хлыст, это просто матчевый хлыст, но тем не менее, на банке написано фидер, вот имейте это в виду. На всякий случай измерю расстояние от кольца до держака 60, до центра держателя, рукоятка у нас 48, диаметр кольца 25, диаметр бланка 15, и рукоять у нас 22. Следующий 12 футов, жесткость третья, это 360 сантиметров, тест 30-120 грамм, здесь у нас 4 вершинки, с противозахлестными тюльпанами, с кольцами достаточно большого диаметра, ну, рассвет, как вы видите, оранжевый, по жесткости соответствует тесту, почему знаю хорошо, потому что и чувствую, и на него еще и ловил, тоже неоднократно, значит, три унции, все карбон вершинка, единичка, двушка, и полторашка. Из минусов, как вы видите, небольшой вот такой минус есть, что вершиночки, ну, и тубус был бы по чуть-чуть диаметрам побольше, видите, я вот со второй попытки их засовываю, но не беда, значит, по колечку диаметр 15, диаметр бланка 12, рукояти 22, расстояние от кольца до центра держателя 64, и 42 ручка, значит, он один из коротышей по транспортной длине, видимо, поэтому многим нравится, и люди его, в общем-то, хотят к приобретению, по транспортной, сразу вам померю, его 128, значит, следующая моделька, 12 футов, жесткость вторая, тоже один из полюбившихся фидеров, с матчевыми кольцами, легкими, тоненькими, очень приятный бланк, бросковый, очень, очень вяжущий, значит, по вершинкам, все вершинки карбон, в комплекте их три штучки, по полтора, два и единичка по жесткости, но вот только единственное, что здесь, как я и сказал, по колечкам, здесь небольшой вопросик, измеряем расстояние, от кольца до держателя 51, ручка 40, ну, транспортная длина, раз не так удобно лежат, 127, смотрите, тот, кто хочет, более подробные, технические характеристики, со сайта Multifish, заходите, там же и заказывайте, для вас лучшие условия, и там же прочитайте, все характеристики, которые вам нужны, дополнительные, значит, следующая моделька, это 10 футовик, со второй жесткостью, тест 15-60, в комплекте три вершинки, тоже различной длины, очень чувствительные, нежнейшие вершинки, которые тоже соответствуют тесту, все карбон по унциям, полторашка, единичка, и двушка, колечко матчевое, небольшое, единичка, 10 миллиметров, бланк, он изящный, самый тонкий бланк, здесь тоже десятка, да, 10 миллиметров, рукоять, 22, расстояние от, нижнего кольца, до центра держателя, 61, и, длина рукояти, 36, значит, следующий, и последний у нас на обзоре, 330, номер 2, жесткость, тест 15-60, это двухчастный фидер, так же, как и предыдущий, тоже три вершинки в комплекте, различные жесткости, различные длины, соответственно, единичка, полторашка, все карбоны, двушка, соответствуют, так же, по жесткости, тому, чего написано, так, колечко, здесь десятка, давайте проверяем, да, 10 миллиметров, бланк, точно так же, 10 миллиметров, и рукоятка, 22, расстояние, от центра держателя, до нижнего кольца, 67, и рукоять 40, ну, в общем, так, давайте, раскладываем, так, господа, разложили, ну, давайте, долго не томя, значит, у меня в руках 12 футов, жесткость третья, 30-120 грамм тест, вот такая палочка, смотрите на камеру, очень приятная, в руке лежит легко, несмотря на тест до 120 грамм, имейте ввиду, то есть, действительно, палка очень универсальная, работает вверх, как вы видите, достаточно посылистый, то есть, он начинает работать уже чуть ли не с 14 грамм, вершинку, сразу скажу, на все фидера мы поставили, средние вершинки по унциям, по жесткости, из всего комплекта, который есть, выбираем среднюю и ставим, поэтому, исходя из этого, ну, вот смотрите, на потрях, чувствуется дорогой уголь, сенсорная палочка, приятная, очень бросковая, гарантированно, и вот посмотрите, упругая, упругий низ, ближе к комлю, вот я нагружаю так, ну, со средним усилием, да, она не прогибается, она как раз будет у нас вырабатываться, когда мы нагрузим по полной, вот Константина Михайловича просим нагрузить, я, соответственно, подымаю, вот такая у нас парабола, видите, начинает включаться предкомливая уже часть, когда я достаточно жестко и сильно тащу вверх, ну, вот, действительно, 120 грамм, я бы сказал, вот смотрите, видите, Константина Михайлович имитирует рывки рыбы, значит, по 120 грамм, значит, я бросал с кормушкой здесь 90, ставил 150 даже, вот 150, он уже начинает, ну, мне не очень нравится, как он работает, поэтому я бы аккомендовал все-таки вот с этой моделькой в рамках теста с ним работать, даже можно чуть по-лайтовее, следующий у нас 12 футов, жёдкость вторая, тест 20-60 грамм, на потрях он, ну, практически, ну, полегче, да, он чувствуется в руках, но вот на потрях, будет возникнуть, наверное, у вас ощущение, что как будто предыдущий, на самом деле нет, он тоньше, вот в ощущениях, да, он быстрее, как будто в ощущениях, точность так же, видите, вот быстро встает, точность так же, палка, мною любимая, я и ловил, то есть, хоть и матчевые кольца, видите, вот я сейчас вам на камеру покажу, 28, 42, 56 грамм, идеально работаю, давайте нагружаем, чуть-чуть пониже, что в камеру попало, вот такая парабола, сами понимаете, вязать будет изумительно, ну, палочка больше для, все-таки, стоячих водоемов, для медленно текущих рек, поэтому вот, оптимальная такая вот, деликатная снасть, по дальности, если вы спросите, забросы, я ловил 40 и 60 метров, то есть, 60 метров, наверное, это предел для него, но опять же, смотря какие кормушки, значит, следующий у нас, 30 футовик, жесткость вторая, то есть, 300 сантиметров, тест 15-60 указан, здесь уже стоят фидерные колечки, посмотрите, вот по поводу колечек, да, и карты колец, смотрите, здесь был вопрос у меня, вот, к четвертому снизу кольцу, вот смотрите, раз, два, да, три, и вот здесь четвертая, видите, у него сразу маленькая лапка идет тут же, я бы здесь поставил еще повыше, немножечко лапочку, и потом уже на уменьшение пошло, думал, что здесь могут быть какие-то нюансики, но потестировав ее, да, и половив ей, никаких вопросов у меня здесь не возникло, стояла у меня здесь 4000 катушка, ауриста от Шамана, кстати говоря, мы их завезли еще, и как горячие пирожки расходятся задним фрикционом, катушки просто чудесные, на медиуме, на хэвике, на лайт-медиуме, просто потрясающе, задний фрикцион, флажковый механизм, кто знает, X-Age от Шамана, вот это ауриста, значит, нагружаем слегка, трясем точнее сначала, ну, вот такая палка бросковая, карповые пруды, карасики, платвичка, все очень замечательно, просто как продолжение руки, невесомо абсолютно смотрится в руках, вот я нагружаю, смотрите, ну, и вязать он будет отлично, ну, и бросать соответственно, значит, перегружать его я бы не стал, серьезно, да, 60 тест-указа, но вот 56 я им ловил, дальше уже просто не нужно, по дистанции 30-40 метров, это вот его, значит, следующее, 11 футовик, 330, жесткость вторая, тест 15-60, вот с такими колечками, смотрите, слегка нагружаем, очень тоже приятная бросковая палка, легкая, тонкая, изящная, по нагрузке все то же самое в рамках теста, 56 грамма нашвыряет тоже, ну, как бы больше я бы не стал и не нужно, лучше берите повыше тестом, значит, нагружаем, смотрите, одно и то же, что с предыдущей моделью, видите, строй какой, это матч пишет сильнее, давай, ага, во-во-во-во-во, да, видите, как у меня даже рука трясет, вот вторую руку подключаю, чтобы держать по помощней, ну, вот, отличная палка, мне она очень нравится, честно говоря, вот 330, многие его хотят купить, ну, и, в общем-то, и покупают, потому что не так много на рынке, у нас 330 предложений, 11 футовиков, значит, следующий, 390, вторая жесткость, с тестом, 2090 грамм, здесь матчевые кольца, видите, ну, я вот к матчевым кольцам раньше не очень относился, ну, сейчас, скажем так, принял это, хотя все равно стараюсь брать с фидерными кольцами, но, может быть, значит, вот этот 390, да, моделька, но, все-таки, по дистанции, я бы сказал, что вот до 60, дальше вы уже не берете, да даже 60, он бросает, у меня бросал с пулей, то есть, с кормушкой стандартной, обычной клеткой, то есть, это порядка где-то 45 метров, смотрите, ну, по жесткости, как вы видите, строй приятный, бросковый, в то же время вяжущий строй, вот чуть-чуть там колбасит, вершинка, но на самом деле это, так, нюансы абсолютные, то есть, на воде он себя очень хорошо показывает, давайте нагружаем, его, кстати говоря, можно перегружать, даже, имейте это в виду, то есть, вот именно эта моделька, его можно процентов на 30 перегрузить, но, естественно, плавным таким броском, видите, очень похож на предыдущие, просто более длинная моделька, так, следующий у нас, друг, значит, 393 жесткость, тест у нас 30-120, вот это одна из популярнейших хэви палочек, для реки, изумительная палка, я ее сам, ей сам ловил, кто знает, в Подмосковье, в районе Твери, на Оке, то есть, очень хорошая палка, очень бросковая, вот средняя ее часть, она вот здесь на потрях, если вы видите, как будто чуть проваливается, немножечко, но вот когда вы ее загружаете, да, то действительно, она очень хорошо отдает, что не любят палка, есть такой нюанс, да, быстрых, хлестких забросов, и забросов маятников, лучше маятником с ней не делать, для того, чтобы избежать от стрела, то есть, просто бросаете с плеча, спокойный заброс, с постепенным ускорением, и она у вас бросит очень хорошо и далеко, пятитысячник я сюда ставил, видите, вот по колечкам, все отлично, давайте нагружаем, по тесту, точность также, вот 90 грамм, 110 у меня кормушка была, 120 уже вот, да, он бросит, но дистанцию вы потеряете, двумя руками опять я держу, достаточно жестко и мощно, замечательные у нас тесты, опять же, сразу повторюсь, еще раз, кто не видел, хотите паловый каденс посмотреть на воде, ищите видео на канале, они есть, где мы их бросаем с нагрузкой, значит, следующий вариант, это вариант фидера дистанц, 390 жесткость третья, с тестом 30-150 грамм, здесь уже более крупный держатель, как вы видите, стоит под более мощные катушки, то есть шеститысячники, совершенно спокойно сюда встают, противозахлестные кольца Fuji, вот я вам специально стараюсь на камеру показать, да, видите, то есть другой комплект колец, это именно палка для дальнего заброса, но при этом она очень хорошо вяжет, вот, я вот видите трясу, то есть она достаточно мягенькая, ну, относительно мягкая в верхней своей части, при этом диаметры вершинок позволяют ей держать течение, то есть здесь указан тест 150, да, я ставил кормушку 100, и в принципе запасик небольшой был, но начинала уже теряться в дальности, давайте нагрузим, вот хочу, чтобы вы посмотрели эту палочку, потому что она очень такая своеобразная и популярная, своеобразная в плане, что она действительно, это один очень из немногих хэвиков, я вот так вот на вскидку, больше пяти вам даже, то есть трех не назову, который может в таком классе вязать отлично рыбу, при этом держать течение, вот этот вот нюанс, у любого спросить, мало кто вам это назовет, смотрите, нагружаем, достаточно жестко и сильно, вот я двумя руками, видите, тащу вверх, вот такая парабола у нас есть, ну вот 100 грамм кормушечка, 120 грамм максимум, дальше уже я бы не стал, но вот если вы ловите 90, это вот прям ее, ну соответственно, дистанция там в районе 60 метров, 70 метров, она бросает совершенно спокойно, значит, следующая моделька у нас необычная, как я и говорил, 13,8, то ли фидер, то ли матч, вот смотрите, я не знаю, видно на камеру, нет, вот здесь написано фидер, жесткость четвертая, 13,8, вот, кольца, видите, какие огромные, фидерные кольца, действительно, все отлично, но хлыстик у нас матчевый, без всяких расцветок и разукрашек, давайте я сейчас вам покажу его, кто там не поверит, еще раз на камеру, вот что это такое, вот такая мочевка, видите, полый, абсолютно матчевый хлыст, то есть ни о каком фидере тут говорить не приходится, просто вот надо было написать на бланке матч, то есть силовой матч, ну и колечки, наверное, другие, но в общем, оставим в загадках, вот такая жесткая дубинка у нас, давайте нагрузим, кому нужна мочевка на крупного карпа, вот пожалуйста, с крупными пропускными кольцами, чтобы бросать далеко, можно даже бомбы с помбы, и бомбы, и с помбы, что угодно, закормочные кормушки крупные, и так далее, и отслеживать, соответственно, поклевку по тряске самого удилища, ну вот тогда такой вариант, можно это назвать, наверное, фидером, значит, и последний у нас 14, то есть это 420 сантиметров, третья жесткость, 30-120 тест, тоже палка одна из популярнейших, смотрите, огромные просто кольца, правильно расположены, смотрите, хоть это не классическое противозахлестное кольцо, как я там раньше говорил, но ничего здесь не путается, все пролетает очень хорошо, в руках лежит удобно, приятно, для 420-го сразу вам скажу, что все очень отлично, и он мне вот из всех экстра-хэвиков, мне он нравится, то есть палка очень приятная, давайте нагружаем, я ей бросал кормушку 120 грамм, это прям ее, она идеально с ней работает, 90-70-120, видите, вот это уже речники такие вот, хороший речничок, при этом вяжущий, видите, вот я опять же свои руки показываю, еще жестче, еще сильнее, сейчас, чтобы его сломали вообще, видите, как уже пошел, уже где комель, но нагрузка очень приличная, друзья, все все посмотрели, очень интересные модельки, я думаю, все со мной согласятся, действительно необычные, неординарные, как многие фидера на российском рынке, качество, английских фидеров, непревзойденно, действительно прикопаться, мягко говоря, не к чему, значит, как обычно в конце, вот такой чехольчик, чехольчик надежно, точность также прошит, все аккуратненько, но материал дешевый, достаточно простой, просвечивающийся такой на свет, но, как вот я говорил, опять же, в своих видео в предыдущих, с моей точки зрения, лучше вложиться в палку, в фидер, поставить более качественную, ту же самую пробку, и тому подобное, это вот тоже ту же эво, чем потратить лишние деньги на чехол, который, в общем-то, никому не нужен, вот с моей точки зрения, здесь поступили прагматично, и именно так, что называется, совпали с моей позицией, точно есть так же, значит, что немало важно, что помимо такого чехольчика, дешевенького, в комплекте идет очень нужная вещь, за которой, не грех отдать деньги, это тубус, да, жесткий тубус, из жесткого пластика, который как раз и нужен, да, для того, чтобы защищал фидер, вы можете туда его положить, без всякого чехла, просто закидать в тубус, чехол можно выбросить, ну, вот я лично так делаю, и дальше этот фидер в чехол убираем, да, засовываем, закидали туда, в чехол, все и поехали, у вас дополнительная подстраховка, дополнительная надежность, потому что, вот я проминаю чехол, ну, жесткий чехол, хороший, то есть, в принципе, если наступить на него, даже, скорее всего, ничего с ним не будет, с этим фидером, он не продавится, плюс, по опыту уже, такой пластик, он не плавится на солнце, то есть, у вас чехольчик этот не сплавится, как некоторые модельки, да, там синего, красного цвета, вот, миловские табуса часто делали, оставляешь на жарком солнце, да, и были случаи, когда их вело, прогибались и так далее, один советик просто от меня, да, вот здесь две эти крышки с двух сторон, вы выберете, какая у вас будет нижней, и вот здесь, изолятор, к скотчам, несколько оборотов сделайте, и вы будете всегда знать, что это низ, да, соответственно, вверх у вас будет, открываете, засунули, вы знаете, что эта крышка не выбьется, не выскочит оттуда, колено ваше, и всегда она будет внизу, и также и в чехол убирайте, всегда у вас табуса, будут всегда нижней стороной, там где скотч, там вниз, соответственно, будут стоять, в чехле, именно таким образом, повторюсь, что магазин Multifish, является официальным магазином от представителя Cadence в России, поэтому вы покупаете у нас удилище официально, официальное удилище, я так думаю, что за год популярность Cadence в России выросла очень серьезно, соответственно, дремать не будут некоторые представители китайского бизнеса, а то и российского, и есть вероятность, что могут появиться подделки, поэтому на всякий случай предупреждаю сразу, покупайте лучшее в проверенных местах, в частности, в моем магазине, здесь вы гарантируете, что никаких подделок у вас не будет, вы будете подстрахованы и качеством, ну и, соответственно, наличием по количеству тоже. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал YouTube-канал, на канал Multifish в Routube, Вконтакте, канал Telegram-канал, и Instagram, и Facebook. Всего вам доброго, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok